Здравствуйте! Это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Инна сидела огорченная. Скорее, даже раздраженная. Муж опять собирался в командировку. Ну что поделаешь? С одной стороны, понятно, начинающий бизнесмен положение обязывает, но с другой – толку от этого никакого. Все ездит и ездит, а денег как не было, так и нет. – Ну чего ты надул, Син? – успокаивающе сказал Петр. – Я же ненадолго. Скоро вернусь. Гостинца тебе привезу. – Спасибо, Петь. Магнитик на холодильник не забудь, – ответила Инна. – Ну скажи, какой смысл в твоих постоянных командировках, если получаешь ты не больше, чем я? Уж работал бы тогда вместе со мной, как и начинали. Нормальная же работа. Инженер. Перспективы свои есть. – Ой, да какие там перспективы? Копеечная премия раз в квартал и больше абсолютно ничего. И вообще, никогда не думал, что доживу до того, что ты меня будешь деньгами попрекать. – Обиделся уже муж. – Ну как ты не поймешь? Дело не в деньгах, а в твоем отсутствии. Ну скажи, сколько я буду сидеть все время дома одна? Ну неужели тебе самому не надоели эти постоянные отъезды? – Да, конечно, надоели. Я уверяю тебе, в конце концов все наладится. И деньги будут, и все что угодно. А то, что сидишь одна, ну я же не виноват, могла бы родить ребенка, котенка завести. – Ладно, хватит, извини, не хотела тебя видеть. – Увидев, что Инна отвернулась, пытаясь скрыть слезы, сказал муж. – Они поженились сразу после института. Вместе учились, тогда-то и возникла у них любовь. Поженились и какое-то время работали на одном заводе, инженерами. Правда, на разных площадках. Но это и хорошо. Не успевали надоедать друг другу. – Вообще, это было хорошее время. У них были общие интересы, общая работа, сослуживцы. Всегда было о чем поговорить и с кем встретиться. А потом, Петра то ли сбил кто-то с толку, то ли сам он решил заняться каким-то бизнесом. В суть его дел Инна не вникала. Продолжала работать на заводе. И даже не помышляла ни о каких-то бизнесах. Ей и так было хорошо. А вот Петя начал постоянно отсутствовать дома. Даже когда не было командировок, все равно находились какие-то дела. Стал сам себе начальником. А рабочий день-то ненормированный. То утром он спит, дома вечером куда-то срывается и едет, договора подписывает, клиенты какие-то там. В общем, отговорок сколько угодно. И у Инны, хочешь не хочешь, но возникали всякие подозрения. Она их гнала как могла. Надеялась, что ничто их не может разлучить. Хотя было у них и общее огорчение. Детей не было. По какой причине, непонятно. Инна обошла много врачей. И Петра тоже заставила. А толку никакого. Хотя особо беспокоиться по этому поводу было вроде как рано. Так как врачи говорили, никаких препятствий нет, возраст позволяет, просто что-то еще не совпало. Страшного, конечно, ничего нет, но действительно тошно сидеть дома одной, когда муж отправляется в очередную поездку, неизвестно куда и зачем. А она – ни ребенка, ни котенка. И из-за этого ее постоянно мучила какая-то тревога. То ли за мужа, то ли за саму себя, то ли за их совместную жизнь, в которой наблюдались проблемы. Особенно тяжело было в выходные. А ведь именно в конце рабочей недели Петя чаще всего и уезжал. Вот ты попробуй тут не заподозрить что-нибудь. И не заволнуйся, когда сидишь все выходные дома одна. И на работу не надо. И с мужем никуда не сходишь. А одной просто же неудобно. Того и гляди, жалеть ее начнут. Будут говорить, бедная инка, опять одна. Верно, говорят. Жена без мужа вдовы хуже. Вот и она такая. Чтобы отвлечься от печальных мыслей, проводив супруга, Инна занялась домашними делами. В конце концов надо сделать генеральную уборку. И вот эта уборка перевернула всю ее жизнь. Произошло это в тот момент, когда она, разбирая завалы в старом секретаре, обнаружила вдруг, просматривая бумаги мужа, завещание. Да, это было совсем недавно составленное завещание Петра. Мороз опять прошел по коже. Само это обстоятельство уже могло навести на самые страшные мысли. Зачем, спрашивается молодому еще и здоровому человеку, оформлять такие документы? Но даже не это самое странное. Куда не понятнее другое. Завещает ее муж вполне существенную сумму денег, но не ей, своей жене, можно сказать, единственному близкому человеку, а какой-то совершенно незнакомой дамочке, некоей зайцевой Ларисе Игнатьевне. Человека с такими именем и фамилией Инна никогда не знала. Но в конце концов, она же незнакома со всем кругом общения своего мужа. Что же это за женщина такая? Почему супруг оставляет ей такую сумму? Да и вообще, откуда у него вдруг взялись такие деньжищи? Решив не ломать зря голову, Инна позвонила мужу по видеосвязи. И вот тут-то начало кое-что проясняться. Трубку взяла незнакомка. Красивая, ухоженная, с несколько удивленным и в то же время насмешливым выражением лица. «Я вас слушаю», — сказала она. И тут не успела Инна даже рта открыть, а не мев от удивления на секунду, как откуда-то со стороны послышался игривый голосок мужа. «Лорочка, хватит болтать, успеешь еще. Иди ко мне». «Иди, иди, лорочка, мой муж тебя зовет», — гневно крикнула Инна и швырнула трубку. Вот теперь-то все и вскрылось. Значит, у него есть какая-то лорочка. Видимо, это самая Игнатьевна, которой в командировку ездит Петр чуть ли не по три раза в месяц, а иногда и четыре. Каждые выходные. И ей он решил оставить какие-то деньги в наследство. Это, в общем-то, можно понять, не ей же и не их оставлять. Но зачем так врать? Неужели нельзя было просто развестись и жить со своей Ларисой? Нет, все понятно. Инна ему надоела. Инна ему больше не нужна. Бесплотная, приевшаяся. Мысли вихрем проносились в голове. И бедная женщина, не в силах собрать их, упала на диван и разрыдалась. Петя перезванивала несколько раз. Но она решила не брать трубку. А потом и вовсе выключила телефон. Обо всем этом они, разумеется, поговорят, но лично, глаза в глаза. Такие вопросы дистанционно не обсуждаются. Потом, немного успокоившись, Инна стала обдумывать самую завязку этой истории. Итак, муж написал завещание. А с какой, интересно, стати? Сумма огромная. И откуда у него могут быть такие деньги? Что ни говори, а все это довольно странно. Можно было подумать, что он написал это так, в шутку, чтобы похвастаться перед любовницей или привлечь ее внимание, добиться расположения. Но это же не просто какая-то бумажка. Она заверена нотариально. Так что же это все значит? Что у Петра действительно есть деньги, о которых Инна, его жена, понятия не имеет. И откуда они взялись? Его бизнес просто не мог принести таких доходов. Она все-таки немного разбиралась в цифрах и прекрасно понимала. Таких сумм его бизнес принести просто не мог. Да и не так давно он занимается этим делом, чтобы накопить такое. Она включила телефон и позвонила бывшему однокласснику, Витьке, который после школы пошел в юридический, а сейчас работал в полиции. Кажется, уже дослужился там до какого-то значимого поста. Ей больше обратиться все равно было не к кому. Виктор ответил. И Инна рассказала ему все как есть. «Да, ну и история. Вить, помоги, твоей должницей буду». «Да какие еще счеты там? Помнишь, ты мне всегда списывать давала?» Этот полушутливый разговор немного утешил ее. И к вечеру она была более-менее в порядке. Муж приехал в этот же день. Видимо, командировка была не так уж и далеко. «Ну что ты устраиваешь, Инн?» Укоризненно сказал он. «И почему вообще ты рылась в моих бумагах?» «Я устраиваю. А по-моему, это ты устроил. И бумагу свою подальше бы куда-нибудь спрятал, а то положил среди старых счетов. Ну а как бы я ее разорвала? И осталась бы твоя Ларисонька без денег». «Ну что ты молчишь?» «Рассказывай. Чем же это она так тебя приворожила, что ты ей такие миллионы решил подарить? И откуда ты ее взял? И когда это ты умирать собрался?» «Может быть скоро», мрачно ответил Петр. И от этого тона у Инны сразу морозом стянуло кожу на спине. «То есть, о чем это ты?» «О том, что я болен». «Да, прости, не говорил тебе. Не хотел волновать, огорчать, понимаешь? Я как-то пошел обследоваться по поводу отсутствия у нас с тобой детей. А там мне и сказали, дети – это ерунда, но есть у меня проблемы и гораздо более серьезные. Сам могу исчезнуть в любой момент. Вот так-то, милая моя». Я пошел в частную клинику, а Лариса Игнатьевна – это вообще-то не любовница, а врач моя из той самой клиники, потому что бесплатно такие болячки лечить никто не будет. Денег у меня таких, разумеется, нету. Она меня поначалу в долг лечила. Это уж потом. Я очень выгодно сыграл на бирже. Да, рискнул, купил акции, а оказалось, что они очень выгодны. Продал их, вот и получилась такая сумма. Я обещал их Ларисе Игнатьевне, если она меня вылечит. Инна сидела, зажав рукой рот, чтобы не закричать от ужаса. И лишь потом с трудом выдавила. «Ну и что? Вылечила? Как у тебя сейчас со здоровьем? Петя, не пугай меня!» «Да не бойся ты так. Со здоровьем не очень. Инн, ты прости, что не говорила, и что вот так все открылось. Но ты можешь сказать хотя бы, чем ты болен? Может, пойдем к другому врачу? К пятому, десятому? Ну, сам подумай. Нельзя же все ставить на одну твою Ларису Игнатьевну. Ну, настолько ли она квалифицирована?» «Очень, Инна. И к тому же, она не одна там задействована. К другим врачам я уже не пойду. Бессмысленно уже. Сейчас мое лечение идет полным ходом, и прогнозы не то чтобы самые плохие. Хотя я не уверен». «Это просто ужасно то, что ты говоришь. Но что это за болезнь? И что за клиника? Я могу это узнать? Пойми, я ведь не чужой тебе человек. Петя, скажи!» Уже плакала Инна. Она поверила мужу. И в то же время, что-то во всей этой истории было не так. «Да не знаешь ты эту клинику, и в болезни этой тоже не разбираешься. Ты же не медик. Ну, обхоль у меня. Серьезная болезнь крови, а клиника соответствующая, частная». «А трубку тогда взяла женщина. Это она и была? Твоя врач? Она такая молодая». «Да, это она. И не такая уж молодая. Просто выглядит так. И уж, конечно, не любовница она мне. Не выдумывай, пожалуйста». «Достаточно того, что ты опозорил меня, подняв крик». Опять упрекнул ее муж. «А ты можешь себе представить человека, который не поднял бы крик в такой ситуации? Ну, неужели нельзя было сказать мне, я же жена, а не чужая тетя?» И потом, уж больно нежно ты с ней разговаривал. И выглядит она очень впечатляюще. Скорее, не на врача, похоже, она... Инна не решалась сказать, на кого похожа женщина, взявшая трубку. «Да нормально она выглядит. А как еще должен выглядеть врач? По-твоему, это обязательно какая-нибудь старушка в белом халате и колпаке? Ну, молодая, ухоженная, и разговариваем мы с ней по-дружески, а не как любовники». «Инна, ты, наверное, в чем-то права, все это как-то неоднозначно. И завещание я исправлю». Написал сгоряча, когда думал, что умираю, а сейчас я поверил в выздоровление. «И сумма эта, конечно, гораздо больше, чем то, сколько я задолжил клинике. Я исправлю завещание. Оставлю им ровно столько, сколько положено. Остальное тебе». «Что значит завещаю? Ты все-таки решил умирать? Ты же сказал, перспективы и так далее». «Да мало ли что сказал». «Не дай бог тебе узнать, что, когда сталкиваешься с таким диагнозом, то поневоле думаешь о самом плохом. Да я и сейчас не уверен, что проживу еще долго». «В общем, это же человек сам решить не может. Сама знаешь. Не весь, ни дня, ни часа». «С любым каждую минуту может случиться все, что угодно. Но умирают, говорят, не больной, а очередной». Остаток дня прошел достаточно мирно. Были и слезы, и поцелуи, и отчаяние, и надежда. Петр сказал, что ему снова нужно вернуться в клинику, так как из-за ее звонка он не закончил важные процедуры. И когда он на следующее утро уехал, Лариса вспомнила еще об одном важном деле, которое хотела сделать, но забыла. Она же еще вчера, сразу после отъезда супруга, купила тест на беременность, так как ощутила некоторые перемены в своем организме. Впрочем, это было не новостью. Сколько раз она уже ощущала нечто подобное. Уж сколько этих тестов напокупала в горячей надежде на будущее материнства, но все было напрасно. Поэтому и в этот раз особо не спешила с проверкой, просто опасаясь очередного разочарования. Но на этот раз оно не наступило. Тест показал завидные две полоски. Казалось бы, Инна должна ликовать, но радость не пробивалась сквозь беспокойство. У нее болен муж, возможно, скоро умрет. Она останется вдовой, и что тогда? Сердце леденело от ужаса. И страх этот оказался не напрасным. Через некоторое время ей позвонили и сообщили, что муж ее не выжил. Он находится в морге небольшой частной клиники в пригороде, а ей нужно приехать и опознать покойного. Поверить в произошедшее было трудно. Инна ухватилась за это слово «опознание». Раз его нужно опознавать, то может быть это вовсе не Петя. В этих клиниках частенько путают, даже у них на работе такое бывало. Уже деньги на цветы собрали умершей сотрудницы, приехали к ней домой, а она выписалась, жива, здорова, просто что-то напутали. Но нет, на этот раз ошибки не было. Зайдя в морг, Инна увидела на столе своего супруга, бледного, неподвижного. Она не смогла даже приблизиться к нему, потеряла сознание. Но так как дело происходило в больнице, ею сразу занялись врачи. Были там и гинекологи. Придя в себя, она сообщила о том, что беременна. «И что же, собираетесь сохранять ребенка?» строго спросил ее врач. «Ну да, конечно, это же ребенок, он должен жить обязательно. это все, что осталось от мужа», сдавленно, сказала Инна и зарыдала, подумав, что вот именно что все. Завещание ведь он так и не переписал. Тя боже, как она может думать о таких вещах? Какое может быть завещание, если супруг погиб? И при чем здесь какие-то деньги? Врач также строго сказал. «Если вы не хотите потерять ребенка, вам нужно лежать и успокоиться». «Но мне же нужно похоронить мужа». «Да перестаньте, если вы сейчас начнете нервничать, а без нервов такие мероприятия пройти не могут, то ребенка вы не сохраните. Вам обязательно нужен покой, желательно под капельницей». «Как это? Мне же Петю похоронить?» Она опять разрыдалась от того, что приходится говорить такие страшные слова. «Я все прекрасно понимаю. Нужно, конечно. Но ведь вы не хотите похоронить своего малыша, который даже родиться не успеет. Я вам говорю ответственно, все на ниточке висит». «И не волнуйтесь, похороны организуют, все сделают как надо, и никто вас не осудит. Вы же не по какой-то причине не можете похоронить мужа, а потому что хотите сохранить его ребенка. Причина, по-моему, более чем уважительная. Впрочем, дело ваше. Одно и воспитывать ребенка будет тоже трудновато. Могу понять». «Нет, нет, только не это. Я никак не могу потерять эту беременность». Инна почувствовала, что ее клонит сон. Видимо, ей ввели какое-то лекарство для поддержания нервной системы. Вот так, в полусне, она и провела несколько дней, за которые и прошло прощание и похороны мужа. Ей сказали адрес, по которому он похоронен, и выписали из больницы вскоре после того, как все было кончено. Врач велел беречь себя, не нервничать и наблюдаться в своей женской консультации почаще. Инна вернулась домой. Она старалась хоть как-то держаться, не терять присутствие духа. Ведь отвечала теперь не только за себя, но и за то крошечное существо, которое поселилось у нее под сердцем. Да, это будет мальчик. И будет он копией Петра. Он обязательно родится, вырастет и будет так же смеяться, как он, так же хмуриться, так же обнимать ее, радовать и огорчать. Ей есть ради кого жить, и она должна сохранить своего малыша. Но не успела Инна вернуться домой и подумать о своей жизни уже на положении вдовы, как раздался звонок в дверь. Она, не спрашивая, открыла, ожидая увидеть кого-то из сочувствующих, может быть, коллег, но оказалось, это совсем незнакомые два серьезных и крепких молодых человека. Мы бы хотели видеть Ломакина Петра Николаевича, сообщили они. К сожалению, это невозможно, он умер. Я его жена, то есть вдова. Ха, ловко он. Ну что ж, значит, вы наследница и его состояния, и его долгов. Денежки-то, которые он прикарманил, возвращать надо. Я не знаю о никаких деньгах, сказала Инна без особого даже удивления, ведь она действительно не владела информацией о бизнесе мужа. Это как-то связано с его работой? Знаете или не знаете, но отдавать надо, и советуем сделать это как можно скорее, чтобы не нажить серьезных проблем. А кому отдавать? Что, сколько? спросила Инна. Честное слово, я ничего не знаю. Это будете рассказывать где-нибудь в другом месте. Мы вас предупредили, а дальше думайте сами. Возвращать он или теперь вы должны Орловскому Кириллу Васильевичу. Больше молодые люди ничего объяснять не стали. Удалились, еще раз напомнив о долге и неприятностях, которыми грозит затягивание. Закрыв за ними дверь, Инна опустилась на табуретку в коридоре. Как это все понимать? Кому там Петя успел задолжать? Или это как-то связано с тем самым завещанием, которое он не переписал? У нее нет никаких денег. Она простой инженер с небольшой зарплатой. И чем она будет отдавать? Новое беспокойство заставило вспомнить о Викторе. О том, что она просила его что-нибудь разузнать. И она уже собиралась было позвонить бывшему однокласснику, как вдруг, а в дверь опять позвонили. Решив, что это вернулись незнакомцы, вероятно, какие-то выбивалы долгов, она открыла опять. Но, к счастью, на пороге был Витя. Ну, Инка, гораздо ты пропадать. Попросила узнать, а сама куда-то исчезла. Мне еще и тебя разыскивать, чтобы ответить. Весело спросил он. Да ведь спасибо, даже не знаю, что и сказать, голова кругом. Понимаешь, Петя-то умер, похоронили уже. Да ты что? Изумился и посерьезнел Виктор. Прости, не знал, вот это поворот. А ведь я к тебе тоже с не самыми хорошими новостями. По поводу твоей просьбы. Узнал я, что за деньги твой супруг, покойный теперь, мог завещать какой-то женщине. Честно говоря, не знаю, есть ли у него еще эти деньги или уже нет, но вот откуда они взялись, узнал. Дело в том, что он их украл у одного бизнесмена из его фонда. У Орловского? Спросила Инна. Так ты уже знаешь? Ну да, у него. Есть такой Орловский Кирилл Васильевич, очень серьезный человек. Только что от него люди приходили, сказали, что Петя то ли задолжал, то ли взял какие-то деньги, а вернуть должны их я. Но ведь ты понимаешь, у меня их нет, так как завещание хоть и было составлено, но не на мое же имя, а на ту Ларису Зайцеву. Про нее то есть нет информации? Есть, это медсестра из частной клиники, но ты почему-то должна по идее получить деньги, а я отдать их? Не знаю, что делать, ведь, я ведь еще ребенка жду, представляешь? Беспомощно плакала Инна. Господи, ну даже не знаю, что сказать, то ли поздравлять, то ли наоборот. Ох, не очень завидное положение, как же отдавать этот долг, а что будет, если не отдам? Да погоди ты, не нервничай, тебе же нельзя, вообще подозреваю, что пока ничего тебе не надо делать. Да ты не волнуйся, бизнесмен этот Орловский, человек серьезный, с криминалом не связанный, поймет, что ты ничего не знаешь, и никаких денег у тебя нет, и отстанет, но не будет он тебе ничего плохого делать. И вообще-то хорошо, что это завещание сфотографировала, пока уж ему. Ну и скажи, что в полиции товарища, но оптимизма его разделить не могла. После ухода гостя еще долго слонялась по квартире, стараясь переварить эту ситуацию. Главным образом ее волновало то, что она не понимала, как Петя вообще мог с ней так поступить. Тяжело было так думать о мертвом, но как, за что? Ну допустим, он так сильно любил Ларису. Ради нее украл огромную сумму, завещая ей, что скоро его не станет. Или он надеялся, что будет жить еще долго с ней на эти самые деньги и умер так внезапно. Каков бы ни был диагноз, он ведь выглядел совершенно здоровым, чувствовал себя неплохо, ни боли, ни похудения, здоровый, цветущий молодой человек. Так может это Лариса, зная о завещании, сама ускорила его кончину? Виктор обещал, что он постарается как можно больше узнать об этой женщине и встретиться с ней, чтобы узнать подробности. Несмотря на уверенность товарища, Инну не спешили оставлять в покое. Посланники обманутого бизнесмена пришли еще раз, но уже втроем. Теперь уже с выбивалами был какой-то солидный господин, который пришел поговорить со вдовой о смерти ее мужа и долге. Я Свиридов Михаил Федорович, юрист бизнесмена Орловского. Узнал о затруднениях, которые возникли в связи с кончиной Петра Владимировича и теми деньгами, которые он должен вернуть. Как я понимаю, он их вам не оставил, вы вообще не в курсе дела. Но и потратить за такой короткий срок он их тоже не мог. Значит, деньги где-то есть? Наверное. Ну да, он их завещал своей любовнице, правда, не знаю, где он их хранит. Я сфотографировал завещание, вот оно. Показала она свой смартфон. Петр, видимо, забрал документ, когда приезжал домой накануне смерти. Согласитесь, странно все это, да? Расскажите все поподробнее, пожалуйста. Вы вообще общались с этой Ларисой, она была на похоронах? Не знаю, я там не присутствовала. Инна поведала о своем положении и о том, почему не смогла проститься с мужем. Юрист слушал внимательно, задавал вопросы, потом задумался и сказал. Ну, вот что, Инна Максимовна, я не исключаю того, что ваш супруг жив. Серьезно сказал он. То есть, почему? Почему вы так считаете? Застыв, спросила Инна, хотя подобная мысль приходила ей в голову. Уж больно ловко все получилось, разыграно как по нотам. Вот смотрите, Петр овладевает большой суммой денег, завещает Ларисе. Теперь ему надо умереть, чтобы дать любовнице возможность получить их. Но умирать-то не хочется. Значит, надо разыграть свою смерть. Имея рядом медиков, это совсем не трудно. А деньги дают огромные возможности. Можно купить новые документы и все будет в полном порядке. Петра Владимировича нет, Лариса наверняка тоже исчезла. «Но я ведь видел его мертвым», воскликнула Инна. «А пульс проверяли? Ну вот, а притвориться совсем не трудно. И вот еще удача, ваша беременность дала возможность задержать вас в клинике и не пустить на похороны». Инна подошла к окну, прижалась лобом к холодному стеклу. Все, что говорил юрист, было вполне достоверно и очень, очень подло. То, как поступил с ней муж, было просто за гранью добра и зла. Лучше бы думать о нем, как о мертвом. И как я теперь жить с таким грузом? «Простите за мои слова, Инна Максимовна», окликнул ее юрист. «Я все понимаю, но... Но у меня нет денег. Ни сейчас я не могу отдать никогда. Для меня это просто нереальная сумма. Не знаю, как вы там поступаете с должниками. Убивайте, но убейте, если вам от этого будет легче. Успокойно», ответила она. «Не говорите глупостей. Никто вас убивать не собирается. От вас нужно лишь согласие на эксгумацию. В конце концов, все, что я сказал, это лишь предположение. И если ваш муж мертв, то придется искать Ларису». «Я на все согласна. Ищите, кого хотите, мне уже все равно». И уже на следующий день свежая могила Петра Владимировича Ломакина была вскрыта. Гроб оказался пустым. Теперь оставалось найти их с любовницей, ведь Лара тоже исчезла, а сказать куда именно не мог никто. Инна была шокирована поступком мужа. Но что теперь она могла сделать? Ей нужно было возвращаться на работу и как-то жить дальше. Она ходила как в трансе, ничего не видя и не слыша, поэтому не сразу поняла. Известия о том, что ее муж не умер, о пропавших деньгах, о ее беременности каким-то образом стали известны коллегам. Бизнесмен, обворованный Петром, видимо, понял, что взять сына нечего, отстал и больше не присылал своих людей. Но вот на работе пошли не самые приятные слухи. Как хотите, но жалко ее, говорили некоторые. Ходит, как оглушенная, краши в гроб кладут. Да брось ты, актриса она, уверен, что притворяется. А я вот тоже так думаю, наверняка с мужем была заодно. Украли чужие денежки и радуются теперь. Так как же украли вместе, если муж куда-то делся, она осталась. Так приходится, там говорят сумма ого-го какая, если оба сразу сбегут, то как бы не оказаться за решеткой. А так все вроде как чистенько. Муж украл, муж сбежал, а она бедняжка ходит страдает. И всегда ведь найдутся сочувствующие. Тяжело было слышать такие несправедливые обвинения. Но что она могла на них ответить? Тем более никто ее и не спрашивал. Говорили все больше за глаза. И вроде обидеть никто не хочет, а просто высказывает свои предположения. Она же доказывать ничего не собиралась. Не до того было. Хотя обидно. Отношение к ней сильно изменилось. И далеко не в лучшую сторону. Даже люди, которые вроде поначалу сочувствовали, теперь отвернулись. В конце концов директор вызвал ее к себе. Вы знаете, Инна Максимовна, я всегда относился к вам с большим уважением. Ценил как хорошего сотрудника, но в последнее время сами понимаете, события, происходящие в вашей жизни, вносят в коллектив нездоровый ажиотаж. Мне такие проблемы совершенно не нужны. И отношения вам тоже ведь не нравятся. Но я ничего не могу поделать. Не могу же прекратить все эти сплетни и слухи. «Надеюсь, вы не обидетесь, если я предложу вам уволиться?» «Нет», сказала Инна и написала заявление. Конечно, она могла спорить, что-то доказывать, но сил на это не было. Да и понимала она, бесполезно, работать здесь уже невозможно. Уволилась и некоторое время сидела дома, по большей части ничего не делая, а просто глядя в стену и пытаясь обдумать события, так перевернувшая ее жизнь. Но потом встала, встряхнулась и поняла, надо работать, ведь скоро у нее будет ребенок, а жить совершенно не на что. Особых сбережений с мужем не осталось, надеяться не на кого. Родители самой Инны давно умерли, близких родственников не было, а дальних она практически не знала и не общалась с ними. Да даже и на близких не будешь же всегда надеяться, надо что-то делать самой. В первую очередь найти работу и желательно такую, где ее никто не знает, не будет распускать никакие слухи. Но оказалось у слухов очень длинные ноги, о ее беде уже шептались во всем городе. Обвиняли ее далеко не все, но то, что она стала частью такой сложной, некрасивой и тем более криминальной истории, стало серьезным ударом по репутации. Устроиться на работу не удавалось. Где-то обещали подумать, перезвонить, а чаще просто смотрели с насмешкой или недовольством и в итоге отказывали. Единственным местом, куда ее все же попробовали взять, был ресторан. Инна от отчаяния уже решила устроиться официанткой. Небольшой опыт у нее был. Еще студенткой она таким образом на этот раз как-нибудь доработать до декрета. Может быть живот не будет слишком большим. Или, если не сможет работать, ее переведут на какую-нибудь подсобную работу. Надо же было получить все пособия. А если она не будет работать, то лишит себя и этой возможности, а главное своего малыша. Не попираться же потом не с ним ходить, подумала она и согласилась на работу в ресторане. Понятное дело, там тоже уже знали о том, что сделал ее муж. И администратор, недобро взглянув на Инну, сказал, «А ты, значит, ни в чем не виновата. А как же муж и жена одна стана? Что-то мне не верится, что твой супруг не поделился своими миллиончиками». Не поделился. «А с вашим неверием я ничего поделать не могу», ответила она, в надежде на то, что на этом подобные разговоры закончатся. Они закончились, но отношение к ней коллег было не самым лучшим. Впрочем, она не стремилась ни с кем сойтись поближе. Не до того ей было, чтобы заводить новых подружек. А вот отношение Константина, администратора, всерьез портило жизнь. Он был в курсе проблемы Инны и не упускал случая подколоть ее по делу и без. Любой ее недочет раздувал до небес. Константин требовал, чтобы она отдавала ему чаевые. И хотя Инна с этим особо не спорила, безропотно все отдавала, он не верил, говорил, что она что-то припрятала и злился на нее. Ну и что, обыскивать будешь? Как-то сказала ему Инна, что ты ко мне придираешься, я не понимаю. А, не понимаешь? А понимать-то как раз и надо. Но Константин и сам не мог объяснить в чем дело, чем ему так не угодила официантка. Просто он был уверен, что она врет, и денег у нее куры не клюют. В ресторан же устроилась наверняка с какой-то своей целью. И он не упускал случая на жаловаться хозяину. Ох, Анатолий Григорьевич, взяли вы эту фифу, а ведь зря. Сами знаете, какие они слухи идут. А ты меньше слушай. Слухи это для бабушек, которые у подъезда сидят. Работают себе, работают, прибавку в зарплате не просят, а слухи про меня еще и не такое рассказывали. Тут согласен, только вот слухи не на пустом месте возникают. Нет, я это потом вам же одни убытки будут. Но когда что-то и будет, тогда и разберемся. Мне кажется, она ни о чем таком и не думает. И вообще, знаешь, беременных обижать не стоит. Говорят, крысы нос за это отгрызут. Раздраженной шуткой выпроваживал его хозяин ресторана. Анатолий Петрович был вовсе не таким уж добрым человеком. Не испытывал никаких особых чувств в Кынне. Но, во-первых, он действительно не собирался портить жизнь беременной женщине. А во-вторых, в последнее время был недоволен скорее работой самого Константина. Администратор был человеком слишком жадным, грубым и, как подозревал шеф, нечистым на руку. Правда, поймать его на этом было нельзя. Но официантки частенько жаловались на него. Однако, за это человека вроде как не уволишь. А никаких других грехов за ним замечено не было. И Анатолий Григорьевич частенько думал. Вот ведь ловкий чертяк, а? Надо бы уволить, да кем заменить. Как бы он сам чего-нибудь не натворил такого, в чем других любят обвинять. И Константин все же натворил. Заступничество хозяина только портило его отношение к Инне. И он придирался к ней все чаще. А в конце концов решил сделать все, чтобы уволить ее. Да не просто так, а с самой отрицательной характеристикой. То есть попросту подставить ее. И однажды представился очень удобный случай. У одного из гостей, столик которого обслуживала Инна, пропал бумажник. Солидный мужчина, разумеется, поднял шум. Прибежавший администрактор начал его успокаивать. Минуточку, не волнуйтесь, сейчас все уладим. Я уже представляю, где нам следует искать вашу вещь, и сейчас она будет вам возвращена. А виновный строго наказан. Как вы там будете разбираться с виновным, не знаю, но в бумажнике, помимо денег, важные для меня вещи, поэтому требую ее вернуть в целости и сохранности, шумел гость. Поражаюсь, пришел в приличный дорогой ресторан, а меня обокрали, тащил Инну на кухню и набросился на нее. Ну что, красавица, влипла? Возвращай давай. Что значит возвращай? Я ничего не брала, удивилась Инна. А кто брал-то, я что ли? Вполне возможно, дерзко ответила она. На шум пришел Анатолий Григорьевич. Ну вот, я же говорил, она когда-нибудь нас всех подставит, бумажник сперла у посетителя, отдавать не хочет. Как это понимать, Инна? Удивился директор. Да не брала я ничего, обслужила его только как обычно, как я могла вытащить какие-то бумажки. Тут на шум вышел какой-то другой посетитель. Извините, что вмешиваюсь, но, как я понимаю, эту женщину обвиняют в каком-то преступлении. Так вот, я сидел рядом и прекрасно видел, как другой мужчина выронил бумажник, а поднял его, вот этот человек, и он указал на Константина. Я думал, он его вернул, а выходит, он этого не сделал. Так как вы смеете, закричал Костя. Очень просто. А как вы смеете обвинять женщину в том, чего она не делала? Не знаю, зачем вам это надо, но я мириться не собираюсь. У вас вообще есть видеокамера в ресторане? сделал все скрытно, и на видеокамеру его действия скорее всего не попали. Так посмотрите запись, если не верите мне, потому что, как вы понимаете, мне никакого смысла в оброне нет. Я к вашему ресторану отношений не имею, так же, как и ко всем участникам этой истории. Я вам верю, господин Орловский, сказал Анатолий Григорьевич. Инна похолодела. Она ни разу не видела бизнесмена, все время общалась с его помощниками, и сейчас была удивлена тому, что это довольно молодой и интересный мужчина. Она представляла его себе совсем другим, в возрасте, к тому же настроенным к ней крайне негативно, а он так неожиданно заступился за нее. Итак, Константин, как хочешь, но иди улаживай дело с гостем, возвращай ему бумажник, и мы с тобой потом разберемся. А вас, Кирилл Васильевич, приглашаю в свой кабинет, поговорим там. Мужчины удалились. Инна села в уголок, пытаясь прийти в себя после произошедшего. Тем временем, в кабинете хозяина ресторана происходил довольно интересный разговор. Вы простите, Кирилл Васильевич, что вам пришлось стать свидетелем всего этого. Дело в том, что наш Костик почему-то не взлюбил именно эту официантку. Вот и решил, видимо, подставить ее. Как я понимаю, ее муж виноват в каких-то ваших неприятностях, то есть репутацию не в лучшем состоянии. Вот поэтому Костя решил, что на нее можно валить все, что угодно. Я так и понял. Надеюсь, что ваш сотрудник будет наказан за это. А Инна, да, ее муж довольно серьезно осложнил мне жизнь, но я точно уверен, она никаким образом не причастна, наоборот, пострадала не меньше меня. И послушайте, а как вообще вы женщину беременную взяли официанткой? Ведь у нее все-таки высшее образование, она умная, порядочная. Да как-то не подумал об этом? Да и сама намолчала, работала хорошо, никаких особых льгот себе не требовала, но вы правы, конечно. Надо с этим что-то делать, ведь скоро она не сможет работать, не в посудомойке же в конце концов ее переводить. А наверное вот как. Попробую-ка я ее на месте Константина, а его выгонять не буду, пускай у нас швейцаром потрудятся, это будет для него наказанием, даже более жестким, Васильевич. Когда он вышел из кабинета, Инна подошла к нему. Извините, я вам очень благодарна за то, что вы вступили за меня, иначе даже не знаю, что было бы. Да, ничего бы не было. Ваш враг поспешил и людей насмешил. А вы, кстати, идите к начальнику, у него к вам есть разговор, насколько я понял. Спасибо, и извините меня за моего мужа, я правда ничего не знала. Да успокойтесь, я вам верю. Идите, идите, и забудьте о всех неприятностях. Я думаю, ваша жизнь должна измениться к лучшему. Так и получилось. Инна согласилась занять место администратора. Константин был низведен, что вовсе не улучшило его отношение к той, которую он считал виновницей его провала. Но теперь никак противостоять ей не мог. Инна же не собиралась мстить. Проходила как мимо пустого места. Чем еще больше раздражала своего врага. А вот с Кириллом Васильевичем у нее неожиданно завязалась дружба. После истории в ресторане он как-то встретил ее на улице, будто бы случайно, и предложил подвезти домой после работы. Уставшая Инна согласилась. И с этого дня они начали общаться. Сперва просто, как добрые знакомые. Кирилл Васильевич рассказал, что он вдовец. У него есть пятилетний сын от жены, умерший во время родов. Бедный мальчик, вздохнула Инна. А кто же за ним присматривает, когда вас не дома? Нянечка. Неплохая девушка, с образованием, опытом, хорошими рекомендациями, и Сашка, в принципе, ей доволен, ответил Кирилл. А Инна с каждым днем все яснее понимала, что она влюбляется в человека, которого прежде боялась. Но что может быть печальнее, чем любовь беременной женщины к чужому мужчине? Правда, она чувствовала, что и он испытывает к ней не только дружеские чувства. И решила не сопротивляться. В конце концов, пока между ними ничего нет, и, возможно, никогда не будет, но ей было так одиноко. Ни родственников, ни близких друзей. А тут все-таки человек, с которым можно поговорить. Можно иногда пожаловаться, рассчитывая на понимание поддержку, хотя просить его о чем-либо она не собиралась. И вскоре она стала своим человеком в доме Кирилла. Он приглашал ее в гости, познакомил как-то с сыном и няней. И вот тут-то начались трудности. Юля, та самая няня, которая устроилась на работу с дальним прицелом, была уверена, что когда-нибудь сможет покорить его сердце. Ну что ж, богатый вдовец, она молодая и красивая в хороших отношениях с его ребенком, почему бы и нет. Не сразу, конечно, но в конце концов добьется его расположение, была уверена няня. Она решила, что проще всего это сделать через сына. Если маленький Саша полюбит ее, то и отец никуда не денется. Надо сделать так, чтобы Сашка без меня и шага не мог ступить. А потом вдруг скажу, что решила в шляпе. Юля была в этом полностью уверена. И вдруг такая незадача. В жизни Кирилла появилась другая, да еще и беременная. А ведь никогда раньше он никого не приглашал домой. Да кажется, у него и не было никаких отношений. Он помнил только свою жену. И ее никто не мог заменить до поры до времени. И вот пожалуйста, что делать-то? Юля опять стала надеяться на подвольностраивая мальчика против этой тети. Тебе нравится тетя Инна? Спрашивала она у ребенка, когда они оставались вдвоем. Ну неплохая, отвечал мальчик. Симпатичная. Неужели симпатичнее меня? Обижалась няня. И что? Ты даже любишь ее больше меня? Да нет, я к тебе привык. Она просто гость. А мне кажется, твой папа хочет, чтобы она стала твоей мамой. Ты бы хотел этого? Не знаю. Наверное нет. А ты тогда останешься? Конечно нет. Зачем я буду ему нужна, если у тебя будет мама? Ну я маму бы хотел, но не знаю, терялся ребенок. Так ты же видишь, у нее скоро будет свой ребеночек, а значит ты ей точно будешь не нужен. Тебя может быть вообще куда-нибудь отдадут в детский дом, чтобы не мешал. Разве я мешаю? Сейчас нет, но если тетя Инна будет твоей мамой, да еще у нее будет свой малыш, то все вполне возможно. Так она пугала мальчишку раз за разом, и в конце концов он начал очень негативно относиться к Инне, даже подошел к папе серьезным разговором. Пап, ты что хочешь, чтобы у меня была новая мама? Ты хочешь жениться на тете Инне? Пока не знаю, сынок, но вполне возможно. Она нравится тебе? Нет, не нужна мне такая мама, я другую хочу, такую как Юля. Чуть не плач, сказал Саша. Так Юля няня, она останется с тобой. Не останется, если у меня будет другая мама, зачем тогда няня? Юля уйдет, а я останусь с этой теткой, я не хочу, пап, прогони ее. Но отец не только не прогнал, а вскоре попросил Инну переехать жить к нему. Во-первых, чтобы мальчик привык к ней, а во-вторых, боялся, что ей беременной в любой момент может понадобиться помощь, а живет она совершенно одна. Инна согласилась. Юля же не только настраивала Сашу против возможной будущей мамы, но еще и постаралась наладить отношения с самой Инной, войти к ней в доверие. Инна правда не спешила, понимала, что няня вовсе не так хорошо к ней относится, как пытается показать, и даже подозревала, что у нее были свои виды на Кирилла. Но всяческие противостояния ей уже очень надоели, и она старалась держаться ровно, не вступая ни в какие конфликты. Время шло, приближался срок родов. Инна очень переживала по этому поводу, к тому же, ее расстраивало отношение маленького Саши. Он не только не привыкал к ней, но и дичился с каждым в нем все больше, убегая к Юле каждый раз, когда Нина просто пыталась поговорить с ним, а иногда даже кричал, не трогай меня, у тебя скоро будет свой ребенок, вот с ним и обнимайся, а папа все равно будет любить меня больше, он нам не нужен, этот ребенок. Инна не хотела расстраивать Кирилла всеми этими разговорами, но очень огорчалась из-за такого отношения его сына, понимая, что оно может негативно сказаться на том чувстве, которое зарождалось у них. Понимала она и то, что без воздействия Юли малыш не обошелся, но и здесь ничего не могла поделать, ведь Саша был так привязан к няне. Накануне того времени, когда Инне пора было рожать, Кирилл был вынужден уехать в командировку. «Надеюсь, дождетесь меня», сказал он, «и вместе поедем в роддом, я бы даже на родах хотел присутствовать». Он действительно очень переживал за Инну. Трагедия с первой женой заставляла его бояться предстоящего события. «Да не волнуйся ты так пожалуйста», уговаривал его Инна. Врачи сказали, что все в порядке и тебя я конечно же дождусь. У меня еще неделя впереди, а ты же сказал через три дня вернешься. Но она не дождалась. Не смогла прождать ни недели, ни трех дней. На следующий же день после отъезда Кирилла почувствовал себя плохо и поняла, роды начинаются. Юля с Сашей как раз были в это время на прогулке. Ей самой пришлось вызывать скорую, но ожидая врачей, Инна потеряла сознание. Приехавшие доктора забрали ее в больницу, где пришлось делать Кесарева, в результате которого появился на свет и ее сын. Кроха, мальчишка. Но вот состояние самой Инны внушало опасения. Кесарева оказалась проблемным. Кирилл умирал от беспокойства. Телефон Инны не отвечал. Юля и Саша принимали звонки, но говорили, что Инна ушла и никаких подробностей в них нет. Когда он вернулся, сын, бросившийся ему навстречу, в ответ на вопрос об Инне сказал. Она ушла, ничего не сказала, только обозвала меня и сказала, что с таким плохим мальчиком жить не хочет. А я тебе не нужен? Ты только за нее переживал? Конечно, все это было сказано в наущении няни. Она, узнав, что ее соперницу увезли в роддом, постаралась обработать мальчика. Кирилл не вполне поверил словам сына и решил уточнить у Юли. «Да я вообще ничего не поняла», ответила няня. «Она после вашего отъезда такая недовольная была, то меня ругает ни за что, то Сашу. Я как раз на кухне была, обед готовила, вдруг слышу, дверь как хлопнет. Я испугалась даже. Выхожу, спрашиваю Сашу, в чем дело, а он плачет. Вроде как они поругались, она и ушла. Вообще-то это сглаживала, но не нравится мне такое. Если вы собираетесь на ней жениться, а вас это не касается, отрезал хозяин. Он понимал, здесь явно что-то нечисто. Ушла, хлопнув дверью. Что это значит? Куда она могла уйти буквально накануне родов? Обычная ссора с ребенком не может привести к такому результату. К тому же, если она ушла, почему оставила дома телефон, не взяла никаких вещей. Похоже, Юля что-то темнет, а Сашка по малолетству просто не понял ничего. Может, он как-то оскорбил Инну? Пока он раздумывал, как найти ее, из роддома позвонили. Инна все же пришла в себя. Смогла назвать телефон, попросив известить Кирилла. Он помчался в клинику, надея, что застанет любимую в полном порядке. Ему уже сообщили, что роды были тяжелыми, но, к счастью, она жива, и состояние ее стабилизируется. Войдя в палату, Кирилл обнял Инну. Милая моя, как же ты могла вот так уйти, зная, что тебе вот-вот рожать? Ведь все могло закончиться плохо, упрекнул он, целуя ее. О чем ты? Я никуда не уходила, была дома, когда мне плохо стало. А Юля жесть, они даже не видели, как тебя увозили. Нет, конечно, но, прошу тебя, не надо их ругать, Юля же вовсе не обязана следить за мной, ее обязанность ухаживать за ребенком, и она с этим прекрасно справляется. Да уж, вижу, более чем прекрасно, сказал Кирилл. Удостоверившись, что с молодой мамочкой и ребенком все в порядке, он еще раз поцеловал Инну и поехал домой. Там он позвал к себе сына. Саш, скажи, а почему ты поругался с тетей Инной? Потому что так и было, она обзывала меня. Не обманывай, я вот сейчас был у нее в больнице, она болеет, но скоро домой вернется с твоим братиком. Да, у тебя родился маленький братик, и будем жить все вместе, но почему ты так плохо относишься к ней? Она ко мне плохо относится. Не обманывай, она ведь никогда тебя не обижала. Да, но теперь у нее новый ребенок, а ей буду не нужен. И вот тогда мальчик расплакался. Господи, Саш, ну кто тебе это сказал? Обнял его отец. Ты мой сын, я люблю тебя, и почему я должен тебя разлюбить из-за того, что появится еще один человечек? Любить можно не одного, а нескольких. А тетя Инна очень добрая, хорошая, и она могла бы стать тебе хорошей мамой. Скажи, а кто тебе наговорил таких глупостей, что она плохая, ее надо бояться и не любить? Это Юля тебя научила? Кое о чем Кирилл все-таки начал догадываться. Ну да, она сказала, что ты женишься на тете Инне, а я вам буду не нужен. Кирилл позвал няню. Ну вот что, Юля, такие мексиканские страсти в доме мне совершенно ни к чему. Вы уж простите, конечно, но у нас с вами ничего быть не может. Так что отпускаю вас. А как же Саша пыталась использовать последнюю возможность няни? Саша, прекрасно думаю, без вашего влияния ему будет гораздо лучше. Но это мы еще посмотрим, всхлипнув, сказала девушка и пошла собирать свои вещи, продолжая обвинять во всем Инну. Уходя из дома, она с Сашей даже не попрощалась, отпихнула его. Иди, давай к своему папке, предатель, посмотрим еще, как твоя новая мамочка тебя в детский дом отправит. Убирайся немедленно, не выдержав, крикнул ей Кирилл. Инна выписалась из роддома, вернулась к Кириллу, надеясь воспитывать сына и налаживать отношения с Сашей, которого считала своим старшим ребенком. Кирилл сразу записал новорожденного на свою фамилию, так как его родного отца найти не удалось. Видимо, он очень хорошо спрятался со своей любовницей Ларисой. И когда Инна полностью оправилась после родов, Кирилл сделал ей предложение. Свадьбу решено было отпраздновать в том самом ресторане, где она раньше работала и где они собственно познакомились. Но выяснилось, что Юля тоже уже работает в этом ресторане. Она оставила должность няни и устроилась официанткой. И там познакомилась с Костей, рассказала ему о том, как ужасно поступили с ней в доме Кирилла. «Да, это уж такие люди», сказал он. «Ну, ты знаешь, надо бы им отомстить». «Я не против, а как? Что-нибудь придумаем. Вот свадьба у них может будет слабительного ему подлить, а? Представляешь, какая будет картина? На собственной свадьбе обделываться», хохотнул Костя. «Нет, это не то, что надо», не согласилась девушка. «Лучше вот как. Я знаю, что у него есть сильнейшая аллергия на каперсы. Надо ему как-нибудь их в еду подложить. Я уверена, это будет более интересный эффект». Каверза более чем удалась. У жениха случился страшнейший отек горла. Он начал задыхаться. Скорая, которую вызвали, могла и не доехать, но, к счастью, среди гостей оказался хирург. Он экстренно сделал надрез на горле Кирилла, что позволило ему свободно дышать. Камеры зафиксировали действия Кости и Юли, которые чуть не привели к трагедии. Виновники в итоге были наказаны, Кирилл спасен. Когда младший сын счастливой пары подрос, родители решили поехать всей семьей на море, отдохнуть. И там их ждала невероятная встреча. Оказалось, что Петр со своей любовницей счастливо живут на побережье. У них свои яхты и кафе. Они вполне неплохо устроились и уже поверили в то, что их злодеяние останется безнаказанным. К сожалению, сам преступник тоже увидел свою бывшую жену и человека, которого он обокрал. Понял, что его благоденствие может прийти конец. «Лора, быстро собираемся, валить надо!» шепнул он любовнице, но было поздно. Кирилл успел вызвать полицию раньше. В итоге, все, кто этого заслуживал, понесли наказание. Кириллу удалось вернуть большую часть своих денег, и они с женой и детьми зажили настолько счастливо, что лучше и представить было нельзя. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас всего один клик, но для меня это очень важно. Всего вам доброго!